Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео про общую и самую распространенную причину газообразования, вздутия и воспаления в кишечнике от потребления орехов, злаков, бобовых из-за фитиновой кислоты в них. Что же делать, как быть? И так ли вредна фитиновая кислота, как ее представляют? И можно ли есть вообще тогда орехи и злаки? Как же получать минералы из продуктов в полном объеме, несмотря на фитиновую кислоту в этих продуктах? Возможно ли это? Итак, про главную пользу фитиновой кислоты, а она есть, я расскажу в конце этого видео. Полагаю, вы такого еще никогда не слышали, будете сильно удивлены. А пока расскажу про вред фитиновой кислоты и что же делать, чтобы уменьшить этот вред и увеличить усвоение необходимых минералов из этих продуктов, которые содержат фитиновую кислоту. Фитиновая кислота – это насыщенная циклическая кислота, которая является основной формой хранения минерального фосфора в тканях растений. Но не только фосфор концентрируется фитиновой кислотой, но и цинк, железо, и кальций, и другие минералы. То есть фитиновая кислота образует нерастворимые соединения с минералами, которые плохо усваиваются в организме. А фитиновая кислота – это просто необходимая природная защита от разрушения запаса питательных веществ в этих семенах для дальнейшего полноценного питания, зародыша и роста ростка, когда семя прорастает в благоприятной среде для роста и развития данного растения. Больше всего фитиновой кислоты находится в злаках, орехах, семенах, бобовых, какао-бобах и кофе. Больше всего фитиновой кислоты во внешнем слое зерна, между эндоспермом и отрубями. Именно потому, хоть белая мука и вредна по многим причинам, но там меньше фитиновой кислоты во много раз, чем в муке из цельного зерна. То есть в нерафинированной муке меньше фитиновой кислоты. В отрубях больше всего фитиновой кислоты, до 7-8 грамм на 100 грамм продукта. А многие люди верят, что отруби очень полезны из-за клетчатки для чистки кишечника. Да ешьте просто зелень, и будет вам и клетчатка, и минералы, и витамины, и пища для кишечных симбиотических наших бактерий, и многое другое. Кстати, по железу обратите внимание на то, что вы едите. А то многие люди даже как бы жалуются, что, мол, синтезит-актив, который вы рекомендуете к применению, у кого понижен ферритин или железо, или гемоглобин, не сильно повышает, хотя и повышает уровень ферритина и железа в организме, в крови, хотя не так, как мы ожидали. А дело в том, что многие люди почему-то не видят вторую сторону медали, то есть вторую чашу весов. На одной-то польза, а на другой? Почему у вас железо или ферритин снизились до минимальных значений? А причин здесь много. Кстати, вот в этом видео о ферритине и железе я подробно про это рассказывал. Но еще один очень важный момент – это фитиновая кислота. Чем ее больше, чем больше продуктов в день вы потребляете с фитиновой кислотой, тем усвоение железа падает. Имейте это в виду. Конечно, если вы едите много хлеббулочных изделий, едите много бобовых, орехов, семена, то ничего удивительного, что у вас низкое железо ферритин. Добавим к этому еще и наличие паразитов, то есть гельминтов в организме, а у многих людей они есть, у большинства, да почти у всех. А если другие факторы, то есть понимаете, о чем я. Продолжаю. Рекордсмен по фитиновой кислоте коричневый рис до 12,5 грамм на 100 грамм продуктов – колоссальное количество. В белом рисе гораздо меньше – до 1 грамма, а в рисе басмати всего до 0,5 грамм. То есть он полностью безопасен в плане фитиновой кислоты. Кстати, рис басмати, супер басмати, содержит резистентные крахмалы, потому он не вреден. Посмотрите об этом в мое видео про резистентные крахмалы. Фитиновая кислота не усваивается организмом и не дает усваиваться минералам из съедаемой пищи, помните об этом. Потому если на упаковках, скажем, с геркулесом написано «это источник фосфора» и другие рекламные слоганы, это неправда. И хоть фосфора там действительно много, противоречий тут нет. Как и юридических последствий тоже нет, фосфора там действительно много. Но он, этот фосфор, находится там в биологически недоступной для усвоения организмом человека форме. А вот об этом уже на упаковках почему-то не пишут. Но вы теперь будете знать. А врачи тогда говорят «Ешьте больше рыбы», ну чтобы фосфора было больше. А можно было бы и из каши усвоить тот же фосфор. Если только, но об этом чуть позже. Многие люди пишут, что их как бы пучит, живот раздувает, живот становится плотным, иногда как барабан. После потребления орехов, особенно если их съедают много, именно в этом и причина фитиновой кислоте. Ведь она сдерживает трансформацию, преобразование минералов, то есть вовлечение их в обменные процессы в организме. Оттуда недопереваривание пищи, тяжесть, уплотнение живота. Ну а если добавим к этому сахара, а люди любят часто есть урбичи или орехи с медом и тому подобное. Или салат с орехами, а потом сладкое что-то. А потом удивляются, почему от капусты их пучит. Ну-ну, вот вам и брожение, вот вам и газы. Из орехов больше всего фитиновой кислоты в миндале до 9-9,5%. В грецких орехах до 7%, в бразильских до 6%. В злаках фитиной кислоты меньше, но, однако, тоже немало. В пшене и ржи до 1,5%. В перловке до 1%, в пшенице почти до 1,5%. В фасоли до 2,5%. В горохе до 1,5%, а в чечевице всего до 0,85%. Кстати, в гречке до 1,5% немало. Подробнее посмотрите в таблицах. Как же быть, не есть орехи? Почему? Есть два способа уменьшения фитиновой кислоты в продукты. Первый, проращивайте. Только вот арахис и кишью не ешьте, это не орехи, не советую. Это бобовые, там очень много лектинов. Кстати, а в кедровых орехах всего 0,2 грамма фитиновой кислоты на 100 грамм продукта. Это хорошо. А второй способ, ферментация. Но это уже будет отдельное видео, так как информации там немало. Хотите ли вы, чтобы я снял видео про ферментацию продуктов? От а до я. Тогда непременно напишите, не поленитесь, для вас это несколько секунд, а для меня как бы смысл. А то зачем тратить время впустую? Итак, при прорастании семян сложные и вредные белки лектины и вообще высокомолекулярные белки разбираются на более простые. Это уже хорошо. Фитиновая кислота разрушается. Она высвобождает минералы, и они уже могут спокойно вовлекаться в биологический оборот. Они будут легко усваиваться нашим организмом и приносить тогда организму пользу. Для этого нужно всего лишь орехи, семена замочить на ночь, промыть пару раз, и концентрация фитиновой кислоты будет уменьшаться, а минералы будут легко доступны. Кстати, орехи, семена можно потом и высушить. К примеру, в дегидраторах при низких температурах и даже какое-то время хранить. А можно есть и так. К тому же при проращивании орехи становятся вкуснее и полезнее, их проще переварить, а негативные реакции уменьшаются, те же лектины, их становится меньше. Тем более, если вы уберете из рациона питания сахара, по крайней мере не будете смешивать орехи, бобовые и злаки, и вообще любые иные белковые продукты со сладким, то есть сахарами, с глюкозой, фруктозой, сахарозой и тому подобное. Но по этому поводу у меня были лекции, например, про несовместимые продукты и про раздельное питание. Посмотрите их потом, ссылки на них будут даны мною под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Кстати, для изготовления своих сыроедных каш мы проращиваем вначале злаки, потом их сушим в вакуумных дегидраторах, плющим, и только тогда уже упаковываем и отправляется это все в продажу. Именно поэтому в наших кашах практически нет лектинов, практически в полном объеме разрушается фитиновая кислота, и поэтому наши каши безвредны. Но и самое главное, они не просто вкусны и не только безвредны в этом смысле, более того, они живые, то есть сыроедные. Обязательно посмотрите вот это видео о фокусе, в нем интервью, отзывы людей о том, что у них стало происходить буквально спустя небольшое время, у кого какое там люди сами рассказывают, какие болезни у них прошли. Потом вот это видео о самых полезных продуктах и о связи железа, ферритина и гемоглобина, о обязательной проверке, тестировании себя на ферритин. Насколько это важно, почему и что делать, чтобы поднять ферритин и железо, когда оно у вас низкое, а ферритин сейчас низкий у многих, у большинства, даже я бы сказал, людей. Ну а теперь, как я в самом начале обещал, в конце видео я расскажу о плюсах, о пользе фитиновой кислоты, потому как есть и польза от нее. Во-первых, фитиновая кислота нужна при синтезе меланина для выравнивания и нормализации пигментации кожи, но в малых количествах. И уверяю вас, что в этих малых количествах вы всегда ее из пищи получите, а вот большие дозы фитиновой кислоты, конечно, вредны. Но в чем же еще польза фитиновой кислоты? Итак, фитиновая кислота или инозитол IP6, как было абсолютно точно, научно доказано, контролирует продуцирование сахара в раковых клетках. То есть не дает в больших количествах использовать для своего активного размножения раковым клеткам и этого главного источника энергии в виде глюкозы. Кто не понимает, о чем речь, посмотрите мое видео «Сахар и рак». Там я подробно, досконально все это поясняю. Также фитиновая кислота служит бустером для активации НК клеток, то есть натуральных клеток-киллеров. Фитиновая кислота увеличивает выработку гена P53 до 17 раз, а вот этот ген P53 препятствует генетически поврежденным и канцерогенным клеткам в размножении и распространении их в нашем организме. Фитиновая кислота также останавливает воспалительные процессы в организме. Ну а они, то есть воспалительные процессы, как известно, служат триггером, щелчком в производстве цитокинов, то есть стимуляторов роста и размножения раковых клеток. Фитиновая кислота блокирует воспалительные процессы, по крайней мере отчасти, тем более, что она является одним из самых мощных антиоксидантов и усиливает апоптос, то есть самоуничтожение раковых клеток. Также фитиновая кислота ингибирует строительство вторичной кровеносной системы для питания опухолей, ингибирует распространение метастазов. Но только не поймите превратно. Я сейчас не призываю потреблять фитиновую кислоту, это абсолютно не нужно. Более того, как известно, семечки, косточки и миндаля, и яблочные семечки содержат еще и витамин В17, противораковый витамин Лайтрилл. В Мексике его производят в синтетическом виде и колят раковым больным. Все это вопросы очень спорные. Скажу лишь, что натуральные витамины, в том числе В17, например, содержатся в той же хлорели спирулины, которую я рекомендую принимать. Кстати, как принимать правильно три самых уникальных компонента, которые в своем составе содержат почти все необходимое для нашего организма, я рассказывал в моей лекции дисбактериоз в первой ее половине, посмотрите. То есть, как применять, фу, кусок пророска пшеницы, дикую спирулину, ее можно менять в поденную или понедельную с хлорелой. Как, в каком количестве, как совмещать, как принимать, все досконально я там поясняю, абсолютно полно и понятно. А вот семечки, вот таким образом, есть не нужно, потому что большое количество фитиновой кислоты, как уже я сказал в начале видео, будет блокировать усвоение очень важных минералов. Если, не дай бог, у кого-то из ваших знакомых онкология, обязательно посоветуйте этим людям посмотреть два главных моих видео на эту тему. Первое. Общие принципы лечения онкологии. Второе. Сахар и рак. Вот под каждым из этих видео, которые я сейчас назвал, будут ссылки на другие мои видео по этой теме. Пусть люди посмотрят и сделают сами вывод, и сами сделают свой выбор, основываясь на знаниях. Пусть перепроверят, пусть спросят у своих лечащих врачей, ну и сами люди должны думать, разбираться и делать в жизни любой выбор самостоятельно. Но вот чтобы у людей этот выбор хотя бы был, эти знания, помогите им в этом. Пошлите таким людям вот эти мои видео, о которых я только что сказал. Итак, в завершении данного видео хочу сделать выводы. Орехи потреблять можно, но только вымачивайте их в начале хотя бы на ночь, чтобы снизить количество фитиновой кислоты. Помните, что при проращивании любых семян из лаков уменьшается количество лектинов, снижается фитиновая кислота, уменьшается вред от этих компонентов. Ну а польза только растет, поскольку сложные соединения превращаются в более простые, в более легкие в усвоение. И кстати, даже хлеб, если уж на то пошло, можно делать не только из муки, а именно из пророщенных зерен, перемолотых в блендере, ну с добавлением натуральной закваски. И тогда этот продукт уже ферментированный, высокомолекулярных белков почти нет, никакого глютена уже не остается, ну и так далее, и так далее. Это самый правильный способ для выпекания хлеба, если уж на то пошло. Один момент, дорогие товарищи. Небольшая реклама от меня, но реклама чего? Оздоровительной программы курса от моего товарища Евгения, которого многие знают как Джона Коннора. У меня нет времени на консультации всех желающих, на индивидуальные консультации, хотя я их еще провожу. А вот курс и программа, созданная Евгением, это то, на что у меня так и не дошли руки, и видимо уже не дойдут, из-за колоссальной моей загруженности. И потому я очень рад тому, что он все же сделал эту работу, о которой мне давно говорил, сделал эту работу за меня, взялся и создал эту комплексную программу по очищению организма. Часть мер взяты из моих курсов и программ, часть из методик биохимика и врача Марвы Горшаков-Наганян, часть иных и личных наработок. Данный же курс помогает надежно, мягко и в правильной последовательности избавиться от лишнего веса, у кого он есть, от отеков, паразитов, грибков и большинства болезней. Посмотрите мое интервью с ним на эту тему и его личное видео, знакомящее вас с этим курсом и методом. Или сразу переходите на страничку курса, кого заинтересовал данный курс. Все это, о чем я только что вам сказал, будет по ссылке в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень рекомендую вам посмотреть, пройти по ссылке и надеюсь, что вы не пожалеете. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале, не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался, нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео, не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео, я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю, имейте это в виду. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания.